Всем привет! Тут уже много знакомых лиц, во-первых, тех ребят, которых я знала с предыдущих конференций, со многими довелось познакомиться на нашем стенде. Как вам стенд? Были? Играли? Супер! Значит, те, кто играли, тем нравится. Те, кому супер нравится, они там еще играют. Нормально слышно? Громче не могу говорить, могу только вот ближе. Вот так. Окей? Окей, не окей? Окей, супер! Вот, значит, Андрей, у нас допускаются убийства в зале? Супер! Вот тех вот двоих, пожалуйста, да. Вот, значит, меня зовут Юлия Нечаева, и я называю себя гладиатор-тестировщик 35-го уровня. При этом 35-й уровень – это такая шутка, которая уходит у нас в компании. Я на самом деле вообще нифига не игрок, хотя я работаю в игровой компании. И 35-й уровень – это все, чего мне удалось достичь в одной из наших игр район, при этом за два года. Это такой нормальный показатель для человека за две недели. Вот. При условии, что играла я всего, у меня игровая сессия была шесть дней, то есть три дня в прошлый Новый год, три дня в этот Новый год. Поэтому меня все троллят на тему, что в тестировании, значит, ты добиваешься, а в игре у тебя ничего не получается. Я говорю, ну, значит, так надо. Я работаю в компании… Это я листаю назад. Оп. 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 Я работаю в компании Нового, как вы, наверное, уже поняли, да, там все обставлено эльфами. И пару слов о том, кто мы, что мы. Мы являемся одним из лидеров на рынке онлайн-игр в России. Мы не издаем игры сами, не разрабатываем игры сами. Мы берем готовые продукты, которые уже успешно запущены на других рынках, и издаем их для российской публики. То есть у нас сейчас девять игровых проектов общие. Всего у нас 10 миллионов пользователей. Из них большая часть, я надеюсь, нас любят. И 100 тысяч плюс одновременного онлайна – это, знаете ли, если находится какая-нибудь бага на продакшене, то тут же падает форум, потому что все 100 тысяч пишут практически одновременно. Вот. Значит, плюс у нас есть два наших проекта, которые мы разрабатываем собственными силами. Это видеосервис Айю и игра для детей-астронавта, которой руководителем проекта являюсь я. Два игровых проекта мы запускаем еще в этом году. И как раз в эти минуты у нас, ребята, сейчас, вот как раз моей команды здесь нет, потому что они там сейчас запускают релиз на Европе. При этом вчера, значит, вчера этот слайд выглядел, как евро-релиз был вчера. Но, к сожалению, евро-релиз вчера не состоялся. И буквально вот я час назад позвонила, ну что, запустились? Они говорят, нет, я говорю, окей, я поменяю слайд. Опять я назад листаю, да? Компания у нас маленькая, всего 203 человека. Из них разработкой занимаются только 30, примерно 30. Разработка – это разработчики, дизайнеры, веб-технологи и тестировщики. Все остальные – это продакшн. То есть мы вот эти вот все 10 миллионов человек поддерживаем вот такой вот маленькой нашей компанией-тусовочкой. Что мы разрабатываем? Казалось бы, да, если мы игры паблишим, то при чем вот разработка? Игра не может существовать сама по себе. Для того, чтобы игрок играл, ему недостаточно иметь только файлы клиента. Ему нужна инфраструктура. Ему нужны биллинговые системы. Ему нужно где-то создавать свой аккаунт, какая-то поддержка для того, чтобы этот аккаунт привязывать к играм. Ему нужно интегрироваться с играми. Ему нужны, очевидно, там всякие дата-центры, сетевая архитектура и все прочее. Ему нужны веб-магазины, чтобы он мог покупать себе шмотки в играх. Для того, чтобы игры хорошо продвигать, нужны сайты, промо-страницы. И внутренние проекты, конечно же, да, потому что бухгалтерия, юристы, партнеры и так далее. Все, про компанию все, теперь про команду. Я вообще ни разу не теоретик. То есть не ждите тут каких-то теоретических выкладок о том, как стать лидером. Не ждите тут, не знаю, цитат из книг. Я на самом деле человек, который в цикл колба входит на уровни личной опыта. То есть сначала ввязаться, потом сделать, потом осознать, что сделала, переделать нафиг. Но при этом вот этот цикл от ввязаться первый раз до переделать хорошо, у меня получается быстрее, чем у многих людей сначала разобраться, сесть, подумать и потом сделать хорошо. То есть за счет этой скорости, да, вот человек, кстати, у которого получается только сначала разобраться, потом начать делать, сейчас показывает рололу задней парты. Вот, поэтому я расскажу об опыте и о том анализе, который из этого опыта, собственно, у меня получился. Что было в начале? Я пришла в ОНОВу два года назад, тестирования не было вообще. Я эту задачу никогда раньше не решала, то есть это мой первый отдел. До этого у меня было руководство командой, которую мне назначили. У меня были четкие задачи, четкие проекты, четкие сроки. То есть решения принимались на уровне только какие-то скейсы писать, да, и там какой, не знаю, как составлять отчет. Здесь мне предстояло решить вообще, какое будет тестирование, что нужно тестировать, как, когда, сколько стоит и так далее. Потому что бизнес чувствовал, да, что не хватает информации о качестве. Но в тестировании, как вы понимаете, топ-менеджмент понимает мало, и слава богу, наверное. Вот, значит, игровые проекты, веб-проекты, я при этом совершенно не технический человек. То есть я people-менеджер, я реально умею вдохновлять людей на то, чтобы они делали круто. Поэтому, собственно, начало я с того, чтобы привлекать людей. Но при этом, смотрите, фишка такая. И когда ты приходишь в новую компанию, в новый проект, в новую команду, для того, чтобы тебе начали доверять на новые задачи, первое, что нужно сделать, это доказать, что ты умеешь делать те задачи, которые ты делал в прошлой компании. Поэтому первое время я, естественно, села тестировать сама руками. Мы прямо вот на вторую неделю моего прихода в новую, мы запускали ION, там интеграция, там веб-магазин. И, естественно, это не тестировалось никак, кроме юнит-тестов. То есть там был хорошего качества код, но функциональные сценарии, бизнес-сценарии не были покрыты практически вообще. То есть полностью этого не было. Поэтому, то есть показало, потому что там количество багов, которые были заведены мной за первую сессию разработчиков, просто шокировали. Это про веб. И еще одновременно мы запускали большой проект «Атлантика». Это MMORPG с огромным количеством контента, исчисляется десятками тысяч. И там я взяла трех людей в команду и была тест-менеджером. То есть ребята под моим руководством этот проект тестировали. Во что это все вылилось? Сейчас прошло уже два года, и у меня сейчас в отделе тестированы две группы. Группа веб-тестирования, которые тестируют те проекты, которые мы сами разрабатываем. И группа игрового тестирования, которая тестирует игры. Это две совершенно параллельные ветки. Это ребята, которые приходят к нам разными. Мы берем их разными. У них разные направления развития. У них разные скиллы, у них разные задачи, у них разные цели. Они любят разные. Эти любят Java, эти любят эльфов. Хотя нет, эльфов, наверное, любят все, а вот Java точно не все И чего удалось добиться? Значит, в команде веб-тестирования Я сейчас расскажу просто о паре поинтов, которыми я особо горжусь Значит, в команде веб-тестирования я особенно горжусь тем, что Это жуткий график, это одна из немногих метрик, которые я собираю Метрика значит количество задач, решенных за количество дней То есть 60 задач из выборки решаются в первый день 19 во второй день и так далее, длинный хвост То есть команда, которая является сервисным отделом и получает задачи от трех команд Практически это невозможно планировать Потому что если три команды пообещали вам дать задачи в час, в пять и в семь вечера Будьте уверены, они все придут в семь вечера Поэтому вот это вот, раз, моя гордость Это график той же команды, которую получает у другой команды И в игровом тестировании, моя гордость заключается в том, что я за полгода человека Либо вообще без опыта в тестировании, либо с опытом ручного тестировщика Который умеет проходить тест-кейсы и заводить баги Получается из них вырастить людей, которые умеют лидить в тестировании огромного проекта игрового Почему так? Как работает? Значит, смотрите, есть команда, несколько человек Игр девять, человека три, внимание Каждый человек является экспертом в одном или нескольких проектах Экспертом это в смысле, он знает контент, он знает, чем эльф отличается от орка Он знает, что, например, сколько у него народу играет за эльфов Сколько народу играет за орков, поэтому он может оценить критичность двух багов Он точно знает, что для людей критично, что для людей не критично И такой человек может сказать, он может дать ценный совет менеджеру, да, стоит с этим релизиться или не стоит с этим релизиться Проекты совершенно разные Есть проекты, у которых десятками тысячи исчисляется контент Есть проекты, где контента там сотни Есть проекты, где релизы раз в неделю Есть проекты, где релизы раз в три месяца Есть ежедневные обновления и так далее Поэтому, опять же, планировать практически невозможно, потому что мы никогда не знаем, что придет в голову маркетингу компании-разработчика. То есть у них, например, внезапно стукнул день благодарения, нужно ставить ивент в Lineage 2, и уговоры, что в России день благодарения никто не отмечает, здесь не решают, потому что у них политика, что одно обновление нужно ставить одновременно на всех странах. И такие вещи, они случаются постоянно, поэтому выхода 2, либо постоянно держать команду шириной в самую широкую часть входа задач на каждом проекте, что вообще нифига не эффективно. И второе, это вот как я сделала, значит, получается, что когда есть задачи в проекте, например, Lineage 2, как тут светить, вот светить, остальные ребята становятся его подчиненными, то есть он становится их менеджером. Когда есть задачи в другом проекте, например, в проекте Point Blank, этот человек, эксперт в проекте Point Blank становится менеджером для других ребят. Все это решается на ежедневных и еженедельных планированиях, то есть выглядит так. Ребята, у меня там завтра приходит обновление, мне нужно 2 человека в неделю, кто может помочь? Я могу, я могу, либо я не могу, и тогда мы меняем приоритет. И если сначала мы втроем тестировали один проект, то сейчас 3 человека тестируют 9 проектов, у каждого из них еще есть группа бета-тестеров, вот еще Point, который, да, ребята, молодцы. Значит, у каждого из ребят есть группа бета-тестеров, которая очень жестко организована, вплоть до того, что 100 человек, которые, в принципе, нам не подчиняются, да, у нас нет на них никакого ни давления, ни там силы воздействия, ничего нет, но они жестко построены на группы, в каждой группе есть лидер, и лидер вовремя не сдал отчет, лидер из группы всеобщим, значит, астракизмом убирается, то есть это даже не наше, да, не мы его как увольняем, а люди говорят, ты нас подвел, теперь нам тестмейджеры снова не будут доверять, уходи от нас, вот, всеобщим голосованием выбирается новый лидер, и там построено вплоть до того, что баг от пользователя, в котором summary не полно, не принимается, то есть иди переписывай summary, иди, не знаю, ставь приоритетом, то есть вот как, знаете, как учат маленьких тестировщиков, да, там как баг, какие должен содержать он атрибуты, атрибуты, как каждый атрибут описывается, и так далее, вот точно так же мои ребята учат пользователей. Вот, значит, здесь должен был быть график игрового тестирования, но из-за, значит, из-за Wi-Fi 22 мегабайта презентации качается очень долго, поэтому эта презентация не последняя версия, можно троллить. Почему так получается? За счет чего достигаются результаты в краткие сроки и реально эффективные для бизнеса? То есть я не знаю других компаний, где три человека могут тестировать 9 огромных проектов. Я не знаю других компаний, то есть расскажите мне, если вы есть такие, это было бы супер, что три человека, да, три человека-команда, работая с тремя командами разработчиков по 5-10 человек, большинство задач решают в первый день и при этом с нужным качеством. Это потому, что каждый в команде, каждый во всех командах, он является лидером. Когда говорят лидер, сразу думают о людях, да, лидер лидер тот, кто ведет людей за собой. Все мы знаем, что лидеры бывают формальные, бывают неформальные. Я здесь говорю про лидерство в направлении, то есть человек несет за свое направление полную ответственность, как владелец задачи, как генеральный директор этой компании, как человек, кроме которого вообще никто ничего не может сделать для этого направления. То есть он последний человек, он тот человек, на которого в этом направлении есть надежда, самая большая такая, то есть опора, стена и так далее. То есть это значит, что все направление находится в его полной личной. И представьте себе, что даже почти как финансовая ответственность. То есть ребята должны относиться к своим задачам так, как будто он свои деньги сейчас туда тратит. Например, при выборе тестировать один день или тестировать два дня, он должен посчитать это в себе в уме и понять, а сколько бы он потратил, если бы он был генеральным директором этого проекта, и принять решение нас на уровне вот на таком. Что значит задачи текущих, возникающих и будущих? Это значит, что человек, который это направление любит, лидит и развивает, как свою компанию, ему не нужно ставить задачи, где что нужно улучшить. Ему не нужно ставить задачи про то, а чего где добавить, потому что оно у него само возникает. Он точно знает, как это направление нужно динамически растить. Ну и очевидно, что такой человек должен иметь полномочия на принятие решений в своем направлении, потому что иначе это получается, как делегировали ответственность, полномочия, не делегировали. Осталось 15 минут? Ой. Так, сейчас побежали быстро. Но при этом, смотрите, для того, чтобы человек решал задачу, которая нужна ему для его направления, он один ее решить не может. Ему нужны инженеры, например, поставить сервера, ему нужен хеллдеск, который ему обеспечит доступ, ему нужна бухгалтерия, которая даст финансы, ему нужна я, которая одобрит эти финансы и так далее, и так далее. То есть человек для решения своей задачи все равно собирает людей, и ему нужно сделать так, чтобы они его задачи решили. При этом полномочий у него на это нет, потому что лидер это не является назначенный руководитель. Тестировщика нет полномочий собрать митинг, где будут присутствовать пять руководителей отдела и генеральный директор, озвучить проблемы и поставить этих людей драйверами этих задач. То есть нельзя таких полномочий дать, нельзя сказать тестировщику, что он имеет право приказывать генеральному директору. Но тестировщик может поставить задачу таким образом, что генеральный директор просто не останется шанса ее не сделать. Причем здесь, собственно, тестировать. То есть как это все можно принять к тестированию? Несколько примеров. Например, по проектам, как у меня в игровом тестировании. То есть если есть несколько проектов, в которых разная постоянная загрузка, то просто один человек тогда отвечает за один или несколько проектов, и все, что возникает в этих проектах, оно автоматически попадает под его ответственность. По модулям. Если сложная система, если за каждый модуль, кроме тестирования, отвечают разные команды, разные люди, не знаю, разные команды разработки, либо разные команды администраторов, инженеров, там, ну, всех-то по-разному называется, то можно делить вот так. При этом в таком делении обязательно должен быть человек, который отвечает за направление интеграции всего этого дела. Потому что как только мы делим систему на несколько модулей и говорим людям, что вы отвечаете за эти модули, то общая система, конечно, может разрушиться. То есть простой пример. Например, вот один человек отвечает за тестирование бэкэндов, другой человек отвечает за тестирование внутренних проектов, третий человек отвечает за интеграцию. Как здесь работает система лидерства? Например, человеку, который отвечает за интеграцию, нужно, чтобы автоматизатор посмотрел ручные тестовые сценарии, тестовые планы для того, чтобы он лучше понимал бизнес-задачи. Очевидно, что автоматизатору это не нужно. То есть это для его направления вообще ничего не решает. Его задача тестировать бэкэнд, его задача делать фреймворки для разработчиков, чтобы время на тестирование сокращать. Но задача человека, который занимается интеграцией, убедить автоматизатора в том, что нужно здесь, потому что он ему не может приказать, он ему не начальник. Аналогично, наоборот, то же самое. Для того, чтобы научить ручного тестировщика запускать автоматические тесты, нужно его в этом убедить. Нужно дать ему то, что получит ручной тестировщик от запуска автоматических тестов, а не просто сказать, да, иди запускай. По направлениям тестирования это можно делить, например, если человек отвечает за нагрузочное тестирование, отвечает за нагрузочное тестирование всех проектов. Если человек отвечает, например, за бизнес-тестирование, тоже может отвечать за бизнес-тестирование всех проектов. И в рамках этих задач, этого направления, он полностью царь, лидер и владелец. По внешним коммуникациям, это если отдел сервиса, то часто на него завязано очень много других отделов, партнеров, либо каких-нибудь, не знаю, внешних разработчиков, тоже можно разделять, например, по культурам. То есть этот человек отвечает за коммуникацию с культурой одной стороны, этот человек отвечает за коммуникацию с культурой другой стороны, и задача этого человека по основе эту штуку импровить. Вот, наконец-то, профит. Профит очевиден. Человек, который работает таким образом, он далеко выходит за рамки задач тестирования. Ему недостаточно просто тестировать, ему нужно уметь договариваться, убеждать, ему нужно понимать цели других команд, чтобы понимать, зачем той команде нужно то, что он пытается заставить ее сделать. При этом это происходит по всей компании, потому что для разных задач человеку могут понадобиться разные люди, разные отделы, разные процессы. И поэтому человеку приходится налаживать коммуникации. Ему приходится научиться договариваться особенно с менеджером. И когда тестировщик начинает думать как менеджер, начинает понимать менеджера, то у тестировщика не возникает больше коллизий, что «ах, они мне приезжали сроки на тестирование, сказали, надо релизиться в пятницу». Да, надо релизиться в пятницу, у нас в пятницу праздник, это нормально. Просто тестировщик должен дать менеджеру решение для того, чтобы релизиться в пятницу, а не говорить, что я работаю только тем методом, который не позволяет тебе релизиться в пятницу. И из этого понимания, то есть смотрите, получается, как приходит менеджер, говорит, надо релизиться в пятницу, тестировщик его понимает, говорит, окей, я придумаю решение, он придумывает решение, так как это решение выходит за рамки того, что он уже умеет делать, он учится, направление растет, новые задачи возникают, все счастливы, в следующий раз менеджер уже может релизиться в четверг. И наоборот тоже, то есть если тестировщик пять раз предложил менеджеру хорошее решение для его задачи, то в случае, когда тестировщик либо не может, либо устал, либо у него сейчас другие какие-то приоритеты, менеджер его поймет, потому что он ему доверяет. Он не придет, а не скажет, что вот мне тестировщики не позволяют релизиться в пятницу, да, они такие нехорошие, потом на конференции по проект менеджменту рассказывает, как наладить коммуникации с тестировщиками. Ну, очевидно, что бизнес-ориентированность тоже здесь очень сильно начинает работать. Во-первых, все задачи, которые такой человек, ну я говорю про тестировщика, он берет на себя, он рассматривает с точки зрения бизнеса, а стал бы я делать это, если бы это была моя компания? Стал бы я просить, например, я тест-менеджер, стал бы я просить себе еще трех ручных тестировщиков, если бы это была моя компания, и мне пришлось бы за них платить? Стал бы я просить, не знаю, какой-нибудь там супер-мега-дорогой тул для автоматизированного тестирования, если бы это была моя компания. Стал бы я каждый раз проходить один и тот же тест, там, по три часа, если бы это была моя компания, если бы это было мое время, мои деньги и мой ресурс. Это первое. И второе, то, что я уже говорила, да, что тестировщики начинают понимать бизнес. И из этого они начинают искать более эффективные подходы, более эффективные решения, новые. Здесь еще работает та штука, что человеку интересны новые задачи, например. Но сейчас он загружен на 100% и взять их не может. И он понимает, что неэффективно на каждую новую задачу, которая еще не принесла профита, брать нового человека, новые руки. Поэтому он сам себе делает так, что свои задачи он решает за более короткое промежуток времени. Он придумывает такие подходы, он придумывает, анализирует, не знаю, внедряет такие методики, которые позволяют ему работать быстрее, эффективнее. И в оставшееся время он начинает решать другие задачи. Таким образом растет направление. То есть те задачи, которые раньше не решали, сейчас решаются при этом тем же человеком. Это пример про трех тестировщиков, которые тестировали один проект, и теперь трех людей, которые тестируют 9 проектов. Очевидно, не скучно. Тут вообще никому не скучно, и соскучиться на самом деле очень трудно. Инициатива снизу. То есть мне нужно вставить задачи, что добавь здесь, оптимизируй здесь, сделай тут более эффективно. Если человек относится к задачи как к своей личной, то его не нужно мотивировать. Потому что, когда вы делаете что для себя, вы делаете это суперхорошо. Я надеюсь. Рост людей здесь тоже очевиден, потому что люди начинают брать другие задачи, учатся каким-то вещам. Они могут себе в портфолио записать не просто «я умею автоматизировать», а «я умею выбирать решение для эффективного автоматизированного тестирования». Не просто «я умею делать что-то», а «я умею выбирать решение для решения задачи». И рост направлений от этого, очевидно, тоже проявляется, потому что задачи люди ставят себе сами. То есть запланировать это невозможно. Мы точно не знаем, что нам понадобится через полгода от тестирования. Это люди генерят сами. То есть мы таким образом растим тех ребят, которых называют звездами. И я вообще категорически не верю в то, что в команде не может быть все лидеры и что в команде не может быть все звезды. Могут быть и очень легко такую команду управлять, потому что ей не нужно управлять, если люди работают в одном направлении. Ну и самое главное, что для того, чтобы лидер этой команды мог тоже развязывать себе руки для решения новых задач, ему нужно, чтобы какие-то задачи с него снимались. Поэтому это тут работает так. И самое, пожалуй, главное для уровня бизнеса, это в том, что для роста бизнеса компании не нужен линейный рост численности людей. То есть для увеличения, допустим, эффективности тестирования в 5 раз, нам не нужно брать в 5 раз больше людей. Нам нужно взять либо одного тестировщика, либо послать его на тренинг и так далее. Где такой работает? Очевидно, что если вы придете сейчас, не знаю, в компанию, где 2000 человек, которые 15 лет, в которой корпорация с жесткими бюрократическими процессами скажете, что а ну-ка вы там 3-5 вице-президентов завтра в 3 часа дня в релакс-руме будем обсуждать то, что я считаю, что он тестировал недостаточно финансирования. Ну, я не знаю, что вам скажут. Вернее, я знаю, но со сцены. Вон, Тимсон сейчас, да, покажет трололо. Поэтому где это может работать? Это может работать только в компаниях, где эти принципы ценности поддерживаются на всех уровнях. То есть только если VP точно верит, что тестировщик, который вызвал его на митинг, уверен в том, что он делает. Если VP хочет, чтобы тестировщик свои задачи решил эффективно, он придет к нему на митинг. И поддержка сверху, потому что в таких штуках конфликты все-таки бывают. Потому что, вот пример, да, про автоматизатора и человека, который поставил ему задачи проревьюить ручные тест-планы. Очевидно, что если автоматизатор сейчас устал, не знаю, у него сейчас релиз, у него сейчас горят какие-то вещи, то он не будет заниматься тем, что навязано ему со стороны. И это не его задача, это не входит в его конкретный скоп. Поэтому, да, конфликты бывают. И для этого важна эскалация. То, чтобы эскалация, когда проходила к лидеру этой команды, чтобы этот лидер, он давал им решение не так, ты делай, ты делай, ты не делай, ты не делай, а вот, соответственно, этим же самым принципам, этим же самым ценностям. То есть выслушать обоих, понять, приоритеты объяснить и сделать так, чтобы ребята договорились между собой сами. Если у команды цель написать код, а у бизнеса выпустить продукт, не заработает. Потому что если у команды цель написать код, они будут выбирать технологии, они будут внедрять рефакторинг. Я ничего не имею против рефакторинга как такового, но если он решает конкретную бизнес-задачу. То есть они будут внедрять всякие новые техники, они будут учиться, они будут все делать, но продукт они могут так и не выпустить. Поэтому, когда человек принимает решение в своем направлении о том, как решать какую-либо задачу, он должен понимать бизнес и он должен понимать, насколько эффективно для бизнеса его решение будет. То есть понятно, что самое главное в этом всем люди, потому что если просто ставить задачи, налаживать администраторские процессы, создавать кучу документов, то мы скатимся к 2000 человеческой компании из 2000 человек, которой 15 лет, которая корпорация, в которой бюрократические процессы и так далее. А люди, они берутся откуда? Очень трудно на самом деле перевоспитать из неправильного человека правильного. То есть Саша Орлов, наверное, умеет, я считаю, что это дорого. Я считаю, что дешевле для морального духа, дешевле для бизнеса, не в деньгах дешевле, а вот в других таких более кармических штуках, дешевле брать людей уже сразу правильных. Это должны быть лучшие люди в отрасли, это должны быть зрелые люди, потому что незрелый человек просто не понимает еще, что ему нужно, он не понимает, как можно нести личную ответственность за твои задачи, за направления и за бизнес-компании. И это люди должны быть критичны к себе и к другим, потому что человек, который доволен тем, как он работает, он не будет искать себе новых задач, он не будет генерировать себе новые какие-то челленджи, он не будет приходить к разработчикам и говорить, ребята, давайте сделаем тут, потому что нам поможет, потому что ему это не нужно. И еще более главное, как этого добиться? Для того, чтобы человек отдавал всего себя своему направлению, для того, чтобы он подходил к лидерству направления, как к лидерству, не знаю, своего ремонта, своего там постройки дома, там посадки дерева, каким-то своим личным задачам, нужно, чтобы рабочие задачи работали на его цель. Нужно, чтобы, лидя это направление, человек двигался этим к своей цели. Если цель компании достигается путем достижения цели человека и наоборот, тогда не нужно его мотивировать, ему тогда не нужна ни материальная, ни нематериальная мотивация. Ему нужно просто задавать направление, ему нужно постоянно показывать, как, в какую сторону идти, чтобы быстрее добиться его цели. А добиваясь его цели, компания добивается своих. При этом у такой команды, очевидно, должен быть сильный лидер, который этих всех звезд будет направлять в одну сторону, будет им объяснять какие-то штуки, фасилитировать какие-то штуки, объяснять какие-то, там, фиксить. То есть задача лидера в таком случае – это подбор сильных людей в команду, потому что к слабому лидеру в команду сильные люди просто не поют, они его задавят, они не смогут у него работать. Второе – это давать людям постоянные челленджи, потому что человек может не генерить новых задач, может не развивать свое направление, не потому что он не хочет, он просто не знает. То есть, например, у него есть ограниченный скоп знаний, да, и для того, чтобы дать ему новые знания, ему нужно подкинуть челлендж, который заставит его пойти эти знания получить. Доверять, делегировать, учить – это вообще большая троица. То есть, если человеку не доверять, то он, если микроменеджить, если постоянно говорить, как делать задачи, то ничего хорошего из этого не получится. Фиксить настроение – это отлавливать те моменты, когда человек устает, перестает верить, может быть, у него сменились ценности, у него могли смениться цели. Это отлично, это неплохо для человека. То есть, неплохо, если человек вдруг поменял жизненные цели и перестал идти в одну сторону с компанией. Это прекрасно для него. Поэтому нельзя бояться расстаться с человеком. При этом, под словом «расстаться» здесь я понимаю две вещи. Первая – это хорошее. Многие говорят, я его выращу, он уйдет. Ну и прекрасно. Он уйдет сейчас от вас звездой, он придет в другую компанию, там вырастет еще пятерых таких же звезд, которых вы же себе через пять лет примете на работу. Это прекрасно, если человек уходит от вас выросшим. Не нужно этого бояться, да, не нужно бояться, что человек уйдет, некому будет решать задачи. Если умеете растить людей, вырастите следующие. Это вообще не проблема. И расстаться в таком не очень хорошем смысле – это в смысле увольнения. То есть если человеку, если мне нечего больше дать человеку для того, чтобы его перло настолько, чтобы он всего себя вкладывал в работу, значит, ему не стоит у меня работать. Не мне не стоит с ним работать, а ему не стоит у меня работать. А хуже же для человека. Пускай он найдет себе там применение, где его будет… Да, перейти на 100%. Поэтому я еще раз подчеркну, что лидер, он ценен, во-первых, своей командой, и даже лидер направления, он ценен теми людьми, которые работают вокруг него. То есть если человек не может… Если человека окружают люди, которыми нельзя договориться в принципе, то есть это про то, что вся компания должна работать на одних принципах, на одних ценностях, то никак не сработает. Все, спасибо, я уложилась, да? Так, ну, сейчас будут картинки, подожди. Значит, это мой блог, я там пишу про такие штуки, про более технические штуки тоже. И novotesting.info – это блог, который мы завели командный, он на английском, то есть мы хотим общаться в нем с ребятами из Европы, из Америки, из других стран, которые англоговорящие. Я по-прежнему приглашаю вас на наш стенд, где стражи технологии, массаж, фан и так далее. Значит, можно получать там фан вот таким образом, можно получать фан вот таким образом, то есть enjoy yourself, спасибо. А, стоп, стоп, вопрос. Книжки, да, кто пропищал про книжки? Вопрос такой, вот только ответьте самым откровенным образом, очень честно. Представьте ситуацию, ваш друг получает инвестиции в стартап. При этом стартап – это не приложение на андроиде, да, которое можно вечером одному потестировать, это какая-нибудь высохотехнологичная штука, например, там 20 человек лет до запуска. То есть нужно взять 20 человек, год его разрабатывать, и только через год мы можем запуститься, чтобы начать получать какой-то профит. То есть это серьезная вещь. Для друга очевидно, что тестирование нужно. Он приходит к вам, говорит, чувак, ты крутой, приходи ко мне делать тестирование, у нас цель запуститься через год, вот проект, вот деньги, вот все есть. Но про тестирование я ничего не знаю. Вот я буду делать все, что ты мне говоришь, будешь говорить, если ты будешь говорить обоснованно. То есть любые бюджеты, если это аргументировано, любые сроки, любое количество людей, офис, ну все, что угодно. Так вот вопрос к вам. Те люди, у которых есть команды, кто лидит команды, кто когда-нибудь руководил командами, скольких людей из тех людей, которыми вы когда-либо руководили, вы бы забрали с собой в такой проект, зная, что вы можете набрать туда вообще лучших. Вы можете вообще не париться по-вотому, сколько человек стоит, откуда его перевозить. Потому что стартап, а, вот еще условие, стартап такой, что любой человек точно захочет с ним работать, потому что это будет бомба. Да. Да, которыми вы руководили. У кого больше пяти получилось? Тимсон? Больше пяти. Тимсон, Миша. У кого больше десяти? Леш, не тролль, пожалуйста. Ты не знаешь еще, сколько нужно людей. Вопрос, сколько бы ты забрала. Вот сто процентов ты в них уверена. Ты еще не оцениваешь объем работ, но ты уже сидишь, прикидываешь список. Но ты, значит, ты их не возьмешь. Я не говорю, сколько бы ты, сколько ты возьмешь. Сколько их, то есть вопрос в том, как ты оцениваешь тех людей, с которыми ты работаешь. Уверена, что они лучшие в отрасли. Люди, за которых ты гарантированно пойдешь и скажешь, что да, это лучшие люди. Да. Я бы взял свою команду, с которой я сейчас работаю. Они лучшие. Сколько человек, Андрей? Ты не руководишь им. Десять? Ты не репрезонативный. Я им не руковожу, они мои коллеги. Так, у Наташи больше десяти, у кого еще больше десяти? Два. Тимсон. Ты руководишь людьми? Больше десяти человек бы забрал? Тимсон, по-моему, он... Окей, у кого больше пятнадцати? Давайте тогда. Нет. Так, окей, десять. Давайте пойдем вверх. Десять. Получается, Наташа, вот, девушка в сиреневом. И кто еще, у кого получилось примерно десять? И ты всех прям их заберешь. Окей, супер. Тогда Наташа, Алексей и девушка в сиреневом наряде, вы скажите, вы работаете в автоматизированном тестировании, вручном, или какой у вас больше применяется? Прекрасно. Тогда, значит, вам. Вам я дарю книгу «How to break software» с подписью Джеймса Витакера, потому что вам это, видимо, важнее. Пожалуйста. Наташа, книгу Джеймса Витакера с подписью Джеймса Витакера «How to break a web software». Алеша, это «Software Test Automation» Дороти Грэхэм и Марк Фьюстер с подписями обоих людей. Я просто знаю, что ты этим увлекаешься, и как раз тебе это очень супер важный парень. А мне? Все, спасибо. Ставьте своим людям челленджи, тогда они будут расти. Спасибо. Может, еще какие-то вопросы остались? Да, вот. Больше книжек нет. Давайте так слева направо, точнее справа налево, пару-тройку вопросов. Может, мы пойдем уже в этот, в мини. Есть еще время? А ты мне показывал время до конца моего доклада. Хорошо. Юль, у меня вопрос к тебе по поводу того, что ты говорила, что три человека за девять проектов отвечают. Я представитель как раз. В определенный момент у нас было такое, что мы втроем тестировали около 15 проектов в РБК, высоконагруженные системы. Мне хотелось бы узнать, как в Инове решается вопрос, когда на всех девяти проектах Новый год, и везде требуется срочный релиз. Потому что в РБК мы решали работать ночью за 500 рублей. Нас это не устраивало. Как ты мотивируешь людей? Что вы делаете, когда на девяти проектах релизы нужно всем стать и лидерами, и тест-инженерами? Ну, задача этих людей найти решение для этого. То есть, смотри, мы сейчас можем не брать, что сейчас 15 проектов. Для каждого человека это свой релиз. Каждому человеку нужно протестировать много за два дня. Он должен, во-первых, выбрать, что за два дня самое критичное протестировать, и найти такое решение, чтобы протестировать все остальное. Например, это бета-тестеры. Например, это привлечение аутсорсинговой компании. То есть, мы же знаем, Новый год, он же не на голову падает. Мы можем за месяц заключить договор с аутсорсинговой компанией, которая подключит нам ресурсы на месяц. Там сам человек решает, ну, лидер. Человек должен вовремя прийти ко мне с этим вопросом, и мы с ним найдем это решение. Очевидно, что ребята, которые по полгода опыта, они просто не могут еще принять решение по поводу аутсорсинговой компании. Но он должен увидеть проблему, он должен ее озвучить, и он должен помочь, я должна помочь ему найти это решение. Это его решение будет, да. И довести ее до конца, да, говорит Тимсон. Спасибо. Следующий вопрос. Есть еще желание? Давайте вот мужчину, вот там девушка. Андрей, 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 мне тут задали вопрос. Зачем их мотивировать? Это игры. Это игроки, да. Во-первых, они видят первыми контент. Во-вторых, они, им доверяют разработчики. Это нереально круто. На форуме у нас иметь лейбочку, что я в группе тестирования, при этом, что в группе тестирования достаточно жесткие правила. То есть, кого попало, не берут, и кого, то есть, там несколько фейлов, до свидания. Если там человек, не знаю, уехал в отпуск и не предупредил, ну, то есть, две недели не появлялся на форуме, то тоже там могут быть. Нет, игровые плюшки, конечно же, да, то есть, лучшим мы дарим какие-то шмотки в игре, но это вещи, которые не дают преимущества перед другими играми. То есть, это какой-нибудь арты, это костюм. Уникальные, да, это костюмы, это там шляпы, это там какие-нибудь маунты, в смысле, средства передвижения там красивые. Но это вещи, которые за деньги, во-первых, купить нельзя, во-вторых, да, 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 это паблик тест-сервер, да. Можно еще один вопрос? Да. Павел Бертик, компоненту. Хорошо рассказано, ситуация, когда, критическая ситуация, что делать в команде в обычном рабочем процессе, когда каждый лидер пытается тянуть за собой в свою сторону? Как умерить этих лидерей, примирить их между собой и избежать драки? Если они не объединятся и не будут работать в одну сторону, они не решат общую, они не решат мою задачу, понимаете? Они не выпустят продукт, они там, не знаю, не устроят эффективное решение. Каждому интересно свое направление развиваться? Нет, в том-то и дело, что, смотрите, например, я же говорила, да, то есть человек должен достигать своей цели через решение моих задач. Например, у человека цель, ну, не знаю, стать экспертом там в веб-драйвере, да, например. Вот, для того, чтобы стать экспертом в веб-драйвере, ему недостаточно знать книжки и технологии, ему нужно иметь портфолио проектов, где он успешно внедрил в веб-драйвер и обосновать решение, почему это так. Если он будет тянуть одеяло на свою сторону, у него не будет успешно завершенных проектов. Ну, следующий вопрос от меня. Мы в фирме работаем примерно по такому же принципу, то есть у нас есть несколько человек, которые ведут одно из направлений и по мере надости остальные перекидывают из-под них. Но у нас есть еще одно звено, это джуниор-тестировщики, которые выполняют, ну, такие обычные рутинные задачи. Вот, и с ними возникает такая одна проблема, которая не возникает с более опытными. У нас есть один очень харизматичный лидер, и, соответственно, они замотивированы работать под него. И как только они попадают под кого-то другого, их мотивация начинает падать. Что, ну, в такой ситуации можно сделать? То есть вопрос не про то, как их вырастить, а вопрос про то, как заставить их работать, да? А зачем они вообще работают? Для того, чтобы человек их похвалил? Когда есть действительно харизматичный лидер, то есть он может так создать ситуацию, ну, обстановку, когда… Знаете, я считаю, что хороший лидер – это тот, который создал команду, из которой ушел, и она работает. Она работает без него, в нее выделяется новый лидер, она не должна зависеть от него. То есть харизматичный не значит эффективный, не значит хороший, да? Он может быть… Я сейчас не хочу говорить ничего про ваше, я говорю про какой-то абстракт ситуации. То есть харизматичный лидер – это может быть человек, за которым пойдут толпы. Но если человека не будет, толпы в ту сторону не пойдут. А лидеры должны быть такие, которые дают людям понять, зачем им нужно идти в ту сторону. Все, и отходят. Понятно, спасибо. То есть я такие решения знаю. Как заставить людей работать с тем, с кем не хотят, не знаю. Я не умею работать с теми, с кем не хочу, правда. Если бы у меня не было харизматичного лидера, генерального директора, я бы не работала в ИНОВе. То есть вот так. Я такая же, как ваши джуниоры, извините. Что? Что? Что, потроллили? Я не поняла. Куда в сторону? Я думаю, если его убрать в сторону, то часть джуниоров будет работать хорошо с другими, потому что они действительно адекватные. Часть упадет сильно мотивация. Ну то есть вопрос опять же в подборе людей. У вас есть то, что им нужно для того, чтобы работать на полную? Для того, чтобы всю задачу воспринимать как свою личную? Если он, не знаю, студента нужно мотивировать для того, чтобы он экзамен там сдал, не сдал? Все зависит от человека, на самом деле. Иногда попадаются люди, которых нужно мотивировать. Иногда попадаются те, которые знают, зачем они это делают, и им это нравится. Если бы вы были деканом и могли бы принимать любые решения, вы бы брали к себе студентами людей, для которых учеба это... Нет, не брала. Ну вот. Просто если человек может принять решение о том, каких людей брать к себе в команду, но... Это на самом деле очень опасно. Если люди работают только с человеком, это опасно. Да. Все? Welcome к эльфам. Спасибо. Спасибо. Собираемся здесь же, в 16.40. С нами будет Глеб Рыбалко. Его доклад. Оценки имеют значение. Практические советы по оценке задач тестирования на каждый день. Спасибо. Спасибо.